Ну вот мы выловили 17 попугаев. Вот они. Смотрите, какие они все жирные, гадкие, пухленькие. Это потому что они жили на холоде. По сравнению с теми, эти пухленькие. Выбрал эту самку, которых я покупал. Вот она с кольцом. Потому что она споровалась со своим же братом. Одноднёжкой. Её сейчас выпускаем в тот вольер. Всё. Она спана там найдёт себе самца. Так, ладно, сейчас я быстренько самочек я хотел выпустить. Так, ладно, давай посчитать. Самка. Раз. Самец. Давай так скажем. Сейчас, быстро. Просто хочу узнать, сколько самок здесь. Самец. Два самка. Самка два. Три. Три. Три самки-любисты. Четыре. Пять. Шестая самка. Вот эти самки очень хорошие самки. Вот я не знаю... Вот по голове просто, я знаю вот этих самок по голове, когда голова вот именно вот такая, это очень хорошая самка будет. Вот у них голова не как у обычных самок, она идёт как бы вверх. Вот я сколько раз замечал, когда у меня вот такие самки размножаются, они дают очень много пинцов. Ну, я вам объяснить не могу никак сейчас это вот. Вот строение головы у них необычное. Вот эти самки очень хорошие получаются. Вот сейчас, сейчас покажу обыкновенную. Это какая была самка? Шестая. Вот такая же самочка. На к строению голова одинаково. Семь. Восемь. Восьмая самка. Вот обыкновенная самка, вот обыкновенная голова. Видите? Разницу видите? Блин. Вот это уже другая самочка. Вот, ну, возможно она будет хорошая, но вот насчёт вот этой, вот эта самка будет очень хорошая. Семь, да? Да. Я чуть-чуть уже сбилась. Семь, семь самок. Восемь. Восемь плюс восемь, шестнадцать. Вот здесь, здесь восемь пар. Восемь самцов, восемь самцов. Восемь самок, вот как раз, вышло точно. Здесь всё по парам. Почему я их отделил сюда, с карелами? Это весь молодняк. Первый выводок и второй выводок. Третий выводок ещё сидит здесь. Возможно я их отделю ещё. У нас на улице сейчас, сейчас уже, где-то, по-моему, около нуля. Ну, холодно. Так, идём. Всё, идём сюда. В вольере там и остались, в вольере там остались только щеглы. Которые выдерживают мороженое. Да, щеглам, щеглам попикума, эту температуру. Они выдерживают мороженое. Канарей их самочек я завёз. Вон они, три самочки. Вот они, жёлтые и две зелёные. Нам один, и сейчас, я давно уже не смотрел. Но сейчас одно гнездо, там были птенцы. А вон уже яйца на полу вам один. Вот два птенца. Уже вылетят в огне. Ну-ка. Вот они. Видно? Да, да. За гнездом ещё гнездо они построили. О, за гнездом ещё гнездо. А водильные платят очень. Как кролики. Поразительной, быстрой скоростью. Так, ну вот он, Кенов самец. Кто-то занёс мужика. Так, не знаю. Вот сюда мы его повесим. Пока вот пуска он здесь внестит, она никому не мешает. Вот здесь он будет в тепле. Здесь 15 градусов. На улице 0, здесь 15. Я не знаю, за счёт чего. Мы ещё не топили. Ещё печь, куда мы не топили. Завтра я буду заниматься. Нет, завтра мы будем строить дом. Послезавтра мы займёмся окнами, сын Миры. Вот надо помыть. Помыть, вот видите. Я белил. Вот это всё надо помыть будет. И это... У волны надо будет закрыть всё. Ох, тихо. Карелка, ёсток. У волны надо будет закрыть... Это вот. Там окно герметично. Вот здесь оплёнка. С той стороны надо будет закрыть. Ну всё, подготавливаемся к зиме. Карел. Сегодня вам приезжали, самца забрали. Карел мы сколько продали в этом году. Шесть или семь. Семь, по-моему, семь пиццов забрали. По три тысячи у нас получается. Двадцать... Одна. Двадцать две тысячи парень, да. Ну это от одной пары. От одной пары. Она себя оправдала... ...семь раз. Поэтому... Сейчас я буду ищать самца. У меня там получается одна пара. И всё, можно меня один ценой. Ну и... Что ещё хотел спросить? У кого есть немножко доставки... Вот если бы... Кто-то может живёт недалеко. Новосибирск, Красноярск. Я бы купил бы птицу. Карел, неразлучинка. Это... Ну, горлицу можно было бы ещё купить. Если есть доставки у кого есть, пишите. Договоримся, если всё. Ну, бывают налаженные каналы. Да, у кого может налаженные каналы. Есть перекупщики. Но я чё-то... Не знаю. Может быть, я с ними поработаю потом. Есть. Я уже с ними разговаривал. С Москвой. Но я побаиваюсь, что... Нехорошая птица придёт. Блин, вот я не могу. Я должен поехать увидеть птицу. Ну, я надеюсь, может, кто-нибудь добросовестный попадёт. Да, чтоб хорошие птицы прислали. И это... Я бы несколько пар бакарел взял бы, неразлучников. Ну, и ещё, что-нибудь, там, горлиц бриллиантом. Всё хочу завести. У нас их просто нету. Ладно, всё. Этих мы переселили волну. Вон она вся сидит. Вот только она ещё вся... Ну, он в себя не придёт сейчас. Они освоятся. Здесь обочин пар. Тут потеплее, по крайней мере. Здесь обочин. Здесь обочин. Здесь вообще тепло. 15 градусов, где ноль. 15 градусов праздничек. Я ещё сейчас, завтра, наверное, займусь молодняком в том вольере. Перекину сюда. И то, что останется лишнее, или докуплю, или, скорее всего, продам. То, что останется лишнее. Фару сформируешь, и остатки, да. Да, там надо посмотреть, сколько это взрослых. Это, конечно, ну, надо, надо посчитать, посмотреть, и приблизительно, чтобы основа... Вот здесь сейчас 8 пар точно. Вот сейчас ему 8 самцов, 8 самок. Вот, вот он сейчас. Ну и всё, ладно. Завтра я сниму этот мы... Сегодня уже последний день они пьют. Этот. Ивермект. Противоглистогонная препарат. Сегодня... Давайте дальше. Сегодня они пьют его последний день. Завтра я сниму видео, покажу, как я даю антибиотики. Ну, то же самое, ну, сниму, покажу. Небольшое видео будет. Пропаиваем будем... Будем пропаивать антибертиками дня 4-5. И потом витаминами. Для профилактики тоже. Да. Всё для профилактики, да. Ладно, спасибо за просмотр. Завтра увидимся. Да, сыночек там выкладывает. Спасибо, кто подписался на его канал. Он выкладывает каждый день про попугая. Он снимает, выкладывает. Ему так нравится, что его смотрят, что на него подписываются. Он это, да, выкладывает. Но он больше меня снимает, так что... Заходите на его канал тоже. Всё не знает, но... Но это... Начинаешь. Всё, научите. Правда, там, а это я сам смеюсь, когда его смотрю. Но ничего, научите. Кто-то спрашивал, вот эти витамины, вот эти антибиотики, вот эти пробиотики, вот эти эмерметики, вот это F500. Канабейки это тоже едят. Так, вот это всё, вот это всё, всё, что я даю попугаям, это, это даётся и канарейкам. Всё, вот эта присыпка, вот эти присыпки тоже сыпаются всё в гнездо, как и попугаем. Это ромашка, то, что пользуется ромашкой, ну пользуйтесь, но от неё толку никакого нету, поверьте. Это... Если заведутся паразиты, ромашка никакая не поможет. Вот это помогает, а ромашка, ну вряд ли. Она не поможет, это уже в прошлый век. Поэтому канарейкам всё даётся то же самое, что и попугайам. Поэтому, кто держит канарейку, вот он самец моет. Я его скоро, скоро в мае, в январе месяце, через, ну через, через три месяца я его спарую с этой жёлтой санкой. Вот в этом вольерчике, вот в этой клетке, будем брать опискнецов. Ладно, до завтра, всем пока, скоро увидимся. Всем привет. Вот у нас вот такая... Цель. Папа, мама сидит. Это твой? Это твой, да? Вот, это твой, да? Это ваш обоих, да? Молодцы, всё. Никому я не отдаю, Багира. Покажу сейчас, ладно? Как она смотрит. Багира прям, ага. Посмотри на взгляд, сними взгляд её. Вот это мать, вот, вот, мать есть мать. Она прям... Она, вот она, уже... Вот она, это мать. А вот это, вот она, вот это красавица наша, вот она красавица. Одна осталась, всех разобрали. Мальчика разобрали. Девочка, какая здоровая. Глаза умные. А вот она, как Багира будет умная. На, на, на. Ладно. Сегодня мы с ними про попугаев. У нас, если вы заметите, у нас очень холодно. Вообще холодно. Сегодня, сегодня 14 сентября. Вообще, холодно. Мы уже печку топим дома. Под 5 градусов. Обещают ночью ноль. Ну да, заморозки уже ночью ноль. Сегодня было ноль. Поэтому мы... Сегодня я заношу попугаев с это... С уличного вольера. С уличного вольера заносим туда. Сейчас покажу. Ну, как ловить, наверное, меня очень часто спрашивали, как я ловлю. Я просто залезаю туда, беру вот эту клетку. Вот. Клетка. Залезаю туда. Ловлю их сюда. И переношу туда. Все. Здесь ничего такого нету. Сейчас еще не темно, чтобы этот кипиш не наводить сильный. Попозже сейчас залезем. Пойдем это как раз домой. Только приехал. Поужинаем. И пойдем ловить. Потом я покажу. Переселим туда. К тем попугаям. Ну и там и этот. Все. Вы увидите, как я их куда переселю. Ладно. Через пять минут встретимся.